Пока одесситов не пускают к морю, предпримчивые бизнесмены решили установить довольно вместительную летнюю площадку прямо на песке на 16-й станции Большого фонтана. Но недолго музыка играла. После инспекции городского управления экологией, газка и полиции предпринимателю пришлось демонтировать железные сваи своими силами. А попытки захватить пляж напоминают лишь следы строительной техники на песке. Сегодня утром от вкопанных песок металлических свай и след простыл. Но еще вчера на пляж «Золотой берег» заехала тяжелая строительная техника и стала монтировать площадку для будущих пляжников. На место прибыли сотрудники мэрии и полиции, чтобы зафиксировать незаконное строительство. Сначала застройщик останавливать работы отказался. Его адвокат начал спорить с общественниками и сотрудниками департамента. Он утверждал, что строительство ведется на законных основаниях. У вас документов нет на аренду этого пляжа? Я представляю интересы своего клиента. А кто этот клиент? Покажите клиент, слушайте. Вы договор, контракт подожите. Я вам договор показываю. А кто вы такой? Вы самозванец. Не надо было это ставить. Вы слышите меня? Не надо было это ставить, чтобы это сносить. Вы подходите по-другому, а я вам говорю обратную сторону. Однако бизнесмен все же сдался и на следующий день демонтировал конструкции. Кроме того, ему пришлось подписать протокол о найденных на месте стройки нарушениях. Было зафиксировано около 50 свай. Мы сразу сообщили это в полицию, вызвали на место полиции. Подошел заказчик данных работ, пояснил, что он является арендатором пляжа, и у него есть все разрешительные документы. На сегодняшний день нами отправлено заявление по поводу этого происшествия в полицию. Дальнейшее действие. На сегодняшний день самое главное то, что надо было сделать, демонтировать данные свайи. Они демонтированы. Пляж освобожден и есть полный проход к данному пляжу. Несмотря на то, что застройщик является арендатором пляжа, территория находится в коммунальной собственности. И никакие работы с департаментом не были согласованы. Общественники говорят, этот случай не единичный. В период карантина активизировались многие застройщики и под шумок строят на холстрое. Здесь я знаю, что весной, буквально месяц назад, забивались такие же сваи на 12-й станции фонтана. Ближе к 14-й станции фонтана тоже вбивались эти сваи узкой полосой вдоль моря. Честно говоря, это возмутительно, поскольку организация таких поддонов, это уже может и должна рассматриваться как капитальное строительство, это организация свайного фундамента. Во-первых. Во-вторых, с точки зрения санитарных норм, это полная антисанитария, потому что обычно такие поддоны, настилы становятся пристанищем для крыс и разносчиков инфекции. Из года в год одесситы борются за место под солнцем на городских пляжах, которые в буквальном смысле оккупированы арендаторами. Сезон 2020 не станет исключением. Вероятнее всего, до наступления летнего сезона общественность еще не раз столкнется с наглым захватом.